Всем привет, меня зовут Гиза, и сегодня мы будем играть в Сэнс. Да, немножко неожиданно, но почему бы и нет? Все, что я знаю про эту игру, это то, что это какой-то киберпанк. Тут есть иероглифы, их много, и все, и мы будем играть за девочку. Так что погнали, самая новая игра. Вы мне предлагаете прямо сейчас управление, запомните? Вы меня переоцениваете. Косплей? Хорошая кнопка. Короче, разберемся по ходу. Август 2084. Нео Гонконг. Нет, мы уронили мобилку. Как думаете, мы человек или не очень? Ох, что это было. Этот кошмар был словно наиву. Мой поезд еще не прибыл на станцию. К тому же нужно забрать мой КПК. Боже мой, посмотрите на эту женщину. И на срач вокруг. Фу, что за запах. Это от сумки. Кто-то насрал в сумку. Должно быть, кто-то забыл сумку. Нет, я специально оставили. Сумка пошевелилась. Нас, кстати, зовут Мэй, если кому-то интересно. Я не хочу это трогать. Не царапины. Широтек знают свое дело. Как для зловещей корпорации, которая принадлежит полмира. Ну и ладно, ну и хорошо. Кейко. Самая популярная певица в мире. Да еще и вроде отсюда родом. Несмотря на то, что она местная знаменитость, я больше люблю группы вроде Вихрь Язвы. Прости, Кейко. Вихрь Язвы. Что-то панковское, походу. Думаю, надо еще подождать. Мы приехали, нет? Поезд прибывает на станции Старый Международный район. Пожалуйста, не прислоняйтесь к дверям. Клево. Мир будущего, а мы тут одни в целом в вагоне. Значит, перенаселение не случилось. Нас зря пугали. Есть, мы приехали. Смотрите, как там красиво. Что ж, время свиданий. Теперь понятно, куда мы так вырядились. Направляйтесь в оазис. Вместо этого идите домой. Ребят, куда мы хотим? В оазис или идите домой? Время свиданий, сказала нам наша Мэй, поэтому идем в оазис. Поздно отступать, Мэй? Почему? Поздно. Никогда не поздно. Мы попали в мир двоек просто. Ни одной доски. Мегаминт здесь бы не понравилось, конечно. Ого, какие все мясные. Просто мясо. Так, проходите. Нам тут самовольные живые трансляции не нужны. Никто не пострадал? Из порядочных людей никто. Этот говнюк... Эх, проходите, девушка. Не мешайте нам работать. Мы просто обеспечиваем людям безопасность. Хорошо, не хотела мешать. Простите. О, а вот и говнюк. Так точно, понимаю. Я выполнял свой долг. Мне плевать, капитан. 15 лет. Сколько трупов? Мы убрали его с улицы. Да. Да, делайте со мной что хотите. Я сдам значок и оружие, как только мы вернемся в участок. Он с виду очень занят. Лучше его не беспокоить. О, мне очень нравится музыка. Она такая традиционно китайская. Прям мега прелесть. Столько раз стреляли. Видимо, парень был реально опасен. Надо будет глянуть ББС, когда вернусь домой. Как в Би-Би-Си, только Би-Би-Эс. Можем пройти? Нас пропустят эти иероглифы. Нас пропустили. Можем со всеми поговорить. Ура, игра для нас. Симулятор, как будто мы не интроверцы, шуганный. Уже так поздно. Что здесь делает маленькая девочка? Она мне напоминает одну знакомую. Как же ее звали? Панда? Впрочем, вряд ли они как-то связаны. Глупые детишки. Всем известно, что эти ваши игры с дополненной реальностью всего лишь мимолетное увлечение. Да вы даже дотронуться до вайфу не можете. Ой, вайфу это по-нашему. В том-то и дело, если убрать это дурацкое подключение к нейронам, которое еще и стоит бешеных денег, ну да, при реальность по сути то же самое, что VR, только без очков. Неужели я встретила адекватного человека? Не переживай, юная леди, в отличие от этих жертв интернета, я только по 2D. Внезапно вспомнила, почему мне больше нравится сидеть дома. Ну вообще, это игра 2,5D, и как вы видите, целое пол измерения не потратили просто на эти тети Андры. Боже мой. Поработать или поразвлечься. Эээ, ни то, ни другое. Черт, госпожа Су была бы рада взять такую девочку на работу. Мы просто гуляем, алло, мы наверное сами с работой идем. Но делать нечего. Броси отсюда малявка. Кибершлюхи. Интересно, кто тут еще. Огоньку не найдется? Будем помогать всем подряд, почему нет? Да, конечно, удивительно, что в наше время все еще курят традиционный табак. Я расстроена, что у нее не трубка какая-нибудь с опием. Это было бы лучше. Налоги, конечно, бешеные, но только такое кури пробирает по-настоящему. А что, теперь все вейпят? Я не поняла. Ух ты! Ого, а ты милашка. Ай, следи за языком. Я прошу прощения, мой питомец бывает слишком прямолинейным. Впрочем, она права. Ищешь что-то? Или, может быть, кого-то? Ух, она так мило стесняется, госпожа. Давайте возьмем ее к себе. В спальне еще много места. Фу, блин. Нет, это фурия. Бежим отсюда. Не обращай на нее внимания, дорогуша. Впрочем, если вдруг станет интересно, не стесняйся и приходи ко мне. Что за район извращенцев такой? Слушай, мы раньше не встречались, у меня с памяти беда. Но ты выглядишь знакома. Блин, отстой, что нас даже не видно во время диалога. Это что за говно? Прости, нет, мы не знакомы. Ой, посмотрите, как мы кавайно бегаем. Тыгдык, тыгдык. Широтек. Крупнейшая корпорация в мире. Им принадлежит вся экономика, технологии до развлечения и банков. Некоторые считают, что они чистое зло. Но если бы не господин Сиро, я... Да и не только я, миллионы людей жили бы гораздо хуже, чем сейчас. Пришлось поехать на старом метро. Добиралось целых 45 минут. Мало того, что тоннели жуткие, так еще и медленно. Я не представляю, сколько оно проехало. Возможно, это еще нормально. Так, мой партнер скоро будет здесь. Надо доказать себе, да и ей тоже, что мне все по силам. Мы детектив, я надеюсь. Ритуальные деньги? Наверное, бронили. В наше время такое стоит недешево. Наверняка кто-то ищет пропажу. Выглядит как конфета. Давайте возьмем... Шарк тихо плывет. Че? Что, прости? А, извини, я принял тебя за другого. Линзы дополненной реальности, тебя так не просканировали. У тебя какие-то улучшения стоят? Да, два огромных улучшения, из-за которых никакие линзы не работают. А, да, можно и так сказать. Ну, я пойду, прости, что помешала. Фу Вадзимая, одна из старейших мелочных лавок в стране. Готовы приходить сюда только ради нее. Другие страны начали набирать здесь влияние после свитцессии. Некоторым это пошло на пользу. Но на улице Нео Гонконга просто вернулась прежняя несправедливость. Видимо, некоторые люди сохраняют свои убеждения, несмотря на безнадежное положение. Никакого больше телевизора, написано сверху, если в чем. Фрукты, особенно апельсин, обычно оставляют у алтарей в качестве подношения для голодных духов. Времена уже не те, но старшее поколение явно поддерживает традиции. Смутно припоминаю, что маленькие чашки риса были очень распространенным подношением, особенно для бедных. Кажется, он делает подношения. Лучше ему не мешать. Проблемы есть? Да не особо нет. Что? Нет. Прости, я что-то сделала? Ты так зыришь, будто у тебя есть проблемы, ну? О, перевод потрясающий. Зыришь. Ну ты и трусиха. Прости, не смогла удержаться. Ах, ты пошутила? Хе-хе. Это какая-то косплейша Бладрейн. Я уж думала, она сейчас на меня набросится. Давайте, кстати, косплей посмотрим. А косплей это имеется в виду, что можно поменять одежду, шмот. Новый томный драйвер К выходит уже через несколько дней. Диванные критики по-прежнему недовольны автором манги из-за чрезмерного фан-сервиса. И нереалистичных пропорций. Ой, ну благо здесь все с пропорциями нормально, как в жизни просто. Грустно, что это громкое меньшинство никогда не подкрепляет свои слова монетой. Как только они добьются своего уничтожат цель, тут же найдут новую жертву. И все по новой. Ладно, кажется, свидание пройдет за мангой и чашечкой пузырькового чая. Так, 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 бежим за дроном. Куда он улетел? Государственный дрон. Не ожидала его увидеть в этой части города. Наверное, что-то произошло. Я недавно прошла мимо места преступления. Может, в этом дело? Секундочку. Это же дрон для разгона толпы. На нем даже оружие установлено. Дело серьезнее, чем я думала. А это что здесь стоит? Да что, некогда мне с тобой сейчас возиться. У меня тут духовная катастрофа намечается. Ну, мы могли помочь, но мы всем помогаем. Кибер-проституткам, кибер-торчкам. Ах, Минарумия старейшая японская сеть книжных магазинов. Они пережили три мировые войны и распад собственной страны на две части. Что бы ни творилось в мире, хорошая манга всегда к месту. Такое ощущение, что это точно не японцы делали. Любишь школу Raising Kids? У нас все сделано на заказ. Панет Драйвер Кей тоже есть. Всего 250 игрек кредитов. Забегай на 3W и EHAZToys.com Ну, ну и ладно. Какой-то спам просто. Всего 250. Дружище, зарплата на следующей неделе только. Так, приходи на следующей неделе. Я же не благотворительностью здесь занимаюсь. Ааа, с дороги вон отсюда. Нас сбила машина, да? Нет, мы что-то уронили. Черт, бежим! Сто пудово это все из-за каблуков. Где эта женщина, которая нас сбила? Мы не смогли ее догнать. Она растворилась где-то в канализации наверняка. Если честно, это напоминает всякие старые квесты. Типа там... Петька и Василий Иванович. Вот это вот все. Так, ну все, теперь мы сейчас все разъебем тут. Этот переулок должен поворачивать и виси на 4-й улицу. Но там какая-то шпана стоит. С ней лучше не связываться. Кроме того, мне сегодня не нужно на ту сторону. Какой-то козел и ставил машины посреди улицы. Там выпали же права какие-то. Я ее знаю, по-моему, она из активистов, которые носятся по городу и предотвращают мелкие нарушения, до которых полиции нет дела. Ого, вот это дружинники. Надеюсь, это у них униформа такая. По-твоему, мне больше делать нечего, кроме как автографы раздавать? А, это местные супергерои, понятно. Ты чего, девочка, намеков не понимаешь? Прости, ты права? Не понимаю. Так, вот нам нужно к тем мужикам. Документы. Вот не дай бог мы их сейчас выронили. Конечно. Черт. Наверное, я бронил, когда та девчонка меня толкнула. Мне все равно, кто там тебя толкнул. Нет документов? До свидания. Ну вон они внизу лежат, я вижу их. Проклятие, удостоверение попало под машину, не могу дотянуться. Да, и одежды пачкать не хочется. Надо попросить хозяина отогнать машину. Он должен быть где-то поблизости. Или можно попросить полицейских эвакуировать ее. В конце концов, она же посреди улицы стоит. А это против всех правил. Либо найти владельца машины, либо сразу начать крысятничать. Я предлагаю поискать его. Если он окажется мудаком, то мы сразу же зовем полицию. Вот такой у нас план. Так, чья это машина? Вы знаете? Закрыта? Черт, а я надеялась урвать порцию кари со свиной котлетой. Так, это твоя машина, чел. Что, простите? Я же сказал, что занят. Это ваша машина на углу? Да, это моя прекрасная ласточка. О-о-о. Локализация 10 из 10, конечно. Что с того? Не могли бы вы ее отогнать? Я уронила свое удостоверение, и она попала вам под машину. Я бы сама достала, но не дотягиваюсь. Прости, девочка, но сейчас не получится. Я тут сам кое-что потеряла. Ну, конечно. Похоже, выбора нет. Давайте я помогу. Что у вас пропало? Что, правда? Ага. Ничего себе. Несмотря на то, что я об тебя только что ноги вытер. Ну, круто. Смотри, я выходила из ритуального магазина и ставила сумку на крыше машины. Я когда спохватился, подношение уже раскидала по всей улице. Поняла. А что конкретно вам нужно найти? 5 связок ритуальных денег. С виду, как красно-золотистый бумажный буррито. Найдешь все 5, принесешь ко мне, я отгоню машину. Идет? Идет. Вот оставайтесь здесь, чтобы я могла вас найти. Но это нормально, это легко. Потому что мы их видели, блин, всю дорогу. Есть. Одна есть. Раз. Два. Три. Четыре. А вот еще. И пятая. Ну что, как успехи? Это ваши подношения? О, они самые отлично. Слушай, ты мне уже и так здорово помогла. Но можешь сделать еще кое-что? Что? А у меня есть выбор. Ну ладно, ладно. Сожги, пожалуйста, подношения за меня. Тебе это тоже на пользу пойдет. Мои предки будут рады узнать, кто мне помог. Сожги деньги на алтаре возле Фувадзимаи. И я отгоню машину. Ладно. Ну и ладно. Сожжем за тебя. Скажем что-нибудь другое. Будь у меня ритуальные деньги, я бы могла их сжечь в жертву этому человеку. Сожжем все или немножко? Я предлагаю сжечь все. Надо задабривать духом. Духи должны быть довольны и сыты. Вот так свершила все пять подношений. Надо ему сказать. Правда, в зажигалке кончился газ. Надеюсь, больше мне огонь не понадобится. Фак. Зря мы дали той кибер-проститутке прикурить. Черт. Ну что, галлюцинации? Какая-то злая тетя была. Это что сейчас было? Наверное, опять глаза барахлят из-за того, что та девчонка в меня врезалась. Ан, то есть глаза у нас не свои, не настоящие. Все, давай, мужик. Отгоняй свою сраную машину. Спасибо, ты и понятия не имеешь, какую опасность может таить в себя парочка взбешенных духов. Подношения служат не только для твоего облегчения. Они еще и успокаивают голодных духов твоих предков. Ты просто спасла мне жизнь. Да не за что. Ну все, отлично. Бежим. Че ж мы так далеко наш паспорт могли утащить уже сто раз? Слава богу. Ни одно свидание не стоит потери этой штуки. К тому же, оправдание бы получилось так себе. Все, нам есть 18. Впустите нас. О боже. Я даже не уверена, мне можно такое показывать? Ну и мясо. Не сейчас, мяу. Я пытаюсь побить свой рекорд. И этот рекорд, по-твоему? Извини. Кажется, какой-то хакер слишком разошелся. Впрочем, не то, чтобы на CCTV что-то когда-то продвигали. Нет, никогда. Больше добавить нечего. Точно. Главное молча слушать и верить. Хуита в целом и хакерли. Боже мой. Я не могу понять, кто сделал это и кто это перевел. Плакат по набору новобранцев ополчения Американской Республики. Ммм. То есть, три мировые войны, Америка все еще тут. Мне это вообще не нравится. Активисты развешивают такие по всему городу. Так еще и в Китай пробрались. Фу, такими быть. Удивительно, что такое висит в легальном баре. И на это закрывают глаза. Привет, классные глаза. Покрытие простое, но зато обрамляет хорошо. Какое прекрасное время мы живем. Даже я смог обрести облик своей мечты. О, тут у нас трапики походу. Наверное, но я бы все равно вряд ли добровольно полезла под нож. А зачем тебе? У тебя и так есть все, что надо, девочка. Ну, спасибо. Нравится? Такие улучшения не так уж и дорого стоят. Я буду очень рад как-нибудь показать вам чуточку больше. Вы тоже? Тут есть хоть одна женщина, кроме меня? Нет, спасибо. Если вы передумаете, свяжите меня. Ой, в смысле, свяжитесь со мной? Нам это неинтересно. Фундамент здесь, конечно, ужасно древний. Но мы могли бы применить технологии получше. Уже пятая кружка дешевая, пиво сегодня. Государство никак не выдаст разрешение. Будь оно не ладно. Ну, печатки бывают. Не переживайте. Здание, которым уже по сто лет, либо сносят, либо оставляют стоять как есть. Ну, хоть аренду снижают. Пьяный. То есть у всех у других были хоть какие-то имена. Этому даже не стали ничего писать. Все так хреново, хнык. Обвинение сыпется за всех сторон, хнык. Еще и крупнейшие корпорации нас осуждают. И все из-за маленькой ошибки в управлении корпоративными фондами. Подумаешь, хнык. Вывели за рубеж 70 миллиардов игр кредитов и инвестиций не сыграли. К тому же, хнык, у нас и так корпоративный долг в 12 триллионов. Че вообще? Ну, вылетела хнык в трубу, какая-то мелочь. Ну, что с того? По-моему, ему на сегодня хватит. Уже несколько месяцев прошло с тех пор, как кто-то из них перебил тех Якудза. По слухам, Ногейши напали с целью привлечь внимание правительственного следственного комитета. Похоже на плакат какой-то консервативной американской партии. Удивительно, что такое висит у всех на виду. Если правительство станет известно о таких вот политических плакатах, у бара могут начаться серьезные проблемы. Большие режимы не любят инакомыслящих. Не могу понять, это получается Америка андеграунд или что? Да, какие-то женщины. Я теперь никому не доверяю в этом баре. Мне кажется, это бар каких-то трапиков. Как думаешь, наши прапрадеды вообще представляли себе, что мы затеем четвертую мировую? Что, четвертая уже? Точно нет. Я тебе больше скажу. Вряд ли они могли себе представить, что мы с тобой будем сражаться на войне, прям как они. О, посмотрите, у нас здесь ветераны сидят. Привет, кибердед. Война кончилась. Его просто зовут Старый. Разрабы не пожадничали на имена только для тяночек. Война кончилась. Я просто хотела завалиться в какой-нибудь старенький бар и пропустить пару стаканчиков. Жаль, молодняк по таким местам уж не ходит. А мне, старику, нечего делать в этих проклятых кибербарах в центре. К тому же Хейли, ой, то есть госпожа Миками, ставят мне первоклассное крепкое пойло. Терпеть не могу эту разбавленную синтетическую дрянь, которую наливают молодежи. Ух. Приветик, дорогуша. А что это мы тут делаем? А, у меня первое свидание. Да уж, малыш, вижу по нарядам. Я гляжу, ты переживаешь, не дрейф. Мальчишке в наше время не сказать, что образцы мужественности. Слушай, я угощаю первый напиток за мой счет. Что будешь? Нет, выбор. Правда? Спасибо. Вообще-то я по барам не хожу, поэтому, может, удивите меня? Но я бы все же хотела сначала дождаться парня, а то мне как-то ненадолго хватит. К тому же, непереносимость алкоголя? Какая же ты милашка. У меня тоже. С чего ты думаешь, я такая смуглая? Чего? Ты иди пока где-нибудь присядь, а когда объявится твой мальчишка, приходите ко мне. Я сварганиваю вам что-нибудь вот такое. Осмотрюсь в баре, пока он не придет. Так я, блин, уже все посмотрела. Мне тут уже не на что смотреть. Болит временами собака. Что болит? Рука. Фантомные боли или как там. Потерял ее в Аль-Арде на четвертой. У того говноеда была микроядерка в протезе ноги. Разорвал руку в клочья, пока вытаскивал бомбу. Времени на первую помощь не было, поэтому мой напарник просто прижег крупнокалиберником, что осталось. А осталось немного. Потом мне поставили эту сексапильную игрушку, всучили пару баксов и отправили домой. Ну то есть вот так. Мы пришли на свидание. И вместо свидания мы слушаем всякие истории какого-то поехавшего деда. Жесть. Так, где наш чувак? Как делишки, дорогуша? В горле пересохло? Да нет, просто хотел узнать, не пришел ли мой парень. Не, не пришел. Иди пообщайся пока с кем-нибудь. Да, спасибо. Ох, эта девчонка врезала мне сильнее, чем я думала. Надо бы найти туалет. Что-то все гличует, ребята. Вот там туалет. Как нам сюда пройти? Помогите женщине пройти в уборную. Что такое сладкое? Неужели продинамил? А, да нет, по крайней мере пока. У меня просто что-то с глазами. Можно воспользоваться отдельным туалетом? Без проблем. Направо вдоль стойки. Там будет дверь в конце зала. Не пропустишь. Большое спасибо. Обещаю, грязь разводить не буду. Все хорошо, сладкое? Не спеши. А я пока повысматриваю твоего паренька. Отстойно, что нужно обязательно триггерить какие-то события разговорами с чуваками. Потому что я и так знаю, что тут туалет, блин. Почему мне до этого войти нельзя было? Ого, у нас съемная ебала. Как мило. Там сзади что-то? Это призраки, как думаете? Что это за Сайлент Хилл такое? Чего? Где это я? Мне что-то свернула не туда, когда выходила из ванной. Или глаза так сильно засбоили. Мне что-то вообще не нравится. Мы только что были в баре под завязку, набитым шалавами и трапами. А теперь мы где? В каком-то Сайлент Хилле. Так, я что-то вообще забыла, что это хоррор. Так расслабили меня все эти проститутки, что я в шоке. Нужно теперь собраться. Картонная коробка. Сомневаюсь, что внутри там что-то полезное. Копаться в чужом мусоре мерзко. Откуда здесь так много пустых коробок и мусорных мешков? Кому-кому, а им точно не помешает убраться. Стоп. На двери нет ручки? Странно. Разве в ванной было две двери? Надо проверить КПК. Вдруг кто-то сможет помочь. Черт, помехи. Я не могу подключиться к сети. Наверное, из-за бетонных стен и старой проводки. Должен быть какой-то способ открыть дверь. Хельп? Меня кто-нибудь слышит? Сомневаюсь, что меня кто-то слышит сквозь шум и музыку. Так, можно всю ночь прокричать. Эта тупая девка до сих пор не поняла, что мы где-то в другом измерении. Снаружи всех измерений, походу. Рамка с вырезками из газет. Конкретно, с главной страницы Asia Times в Сиэтле. В статье рассказывается, Клуб Чун Синь празднует свое грандиозное открытие 1957-й. Роберт Чо вместе с Гэри Чаном и Дэвидом Ли перерезал ленточку на крупнейшем жилом комплексе Международного района. Какое старое здание. Удивительно, что правительство не закрыло его и не перестроило его. Впрочем, в наше время Гигасофт и Омниска вряд ли заинтересованы в том, чтобы поддерживать всякие трущобы вроде Международного района. Может, широтек возьмется? Какие-то корпоративные... А! Бла-бла-бла, мне неинтересно, что ж там было-то. Двери обвешаны прочными цепями. Навесной замок довольно старый. Надо попробовать поискать вокруг ключ. Если приглядеться, цепи довольно старый и ржавый. Если найду ключа, можно попробовать их разорвать. Картонная коробка для доставки. Вся сгнила и такая старая, что вот-вот развалится. Посмотрите, что внутри. Да, давай все открывать. Пусто. Сама не знаю, чего ожидала. Все равно ни одна змея сюда не заползет в какую-то идиому. Проебал. Это комментарий от переводчика. Боже мой. Ладно, ну за такую иронию это просто... Еще раз, 10 из 10 переводу. Кто бы его ни делал, он молодец. Дверь с надписью склад, правда закрыта. Там наверняка есть что-нибудь полезное. Надо придумать, как открыть дверь. Просто какие-то портреты мрачные. Судя по всему, окно на уровне земли. Может получится привлечь еще нибудь внимания? Правда, мне роста не хватит дотянуться. Меня везде угнетают от этой фигней просто. Так, давайте посмотрим что-нибудь. Ого, шпилька для волос. Прихвачу с собой. Сестра так часто закрывалась и не пускала нас в дом, что мне пришлось научиться вскрывать замки. Повиделся шире-шире от дога. Ух, там выглук куча мешков с мусором. Ну и вонь. Уверена, на 100% там нет ничего интересного. Мы сейчас на складе повзаимодействуем. Вот так. Не зря я сидела на шире-шире долго. С этого дня буду везде носить с собой мешочек со шпильками для волос. Ничего кроме инструментов и материалов уборщицы. Впрочем, кое-что может пригодиться. Взять трубу, взять табуретку. Да мы все возьмем. Тяжеловато, но мне нужна и труба, и табурет. Так, вот табуретку мы сейчас сюда поставим. Так, посмотрим. Табуретка не сильно помогла. Стекло такое старое, что улицу едва видно. Ой, вы знаете, такие в старых больницах и санаториях были. Прям целые стены с такого стекла. Правда, оно должно быть зеленое, а не красное. Ну ладно. Разбить окно трубой и позвать на помощь. Давайте попробуем сначала позвать. Эй, я тут застряла внизу, где все на улице только что было полно народу. Бестолку, не хватало еще голос сорвать криками. Ну тогда попробуем стукнуть. Попытка не пытка. Ох. Дыра получилась меньше, чем я думала. Но, по крайней мере, получилось пробить. Очень надеюсь, хозяйка бара не будет злиться. В дыру отлично видно переулок. Правда, вряд ли меня здесь кто-то заметит. Стоп, это что, ключ? Думаю, смогу дотянуться. Ну вот кто туда ключ положил? Так, только надо осторожно. Не хватало еще стекло порезаться. Ну тогда столбняк будет, дорогуша. И есть очень необычный стальной ключ. Тут что, купальник выгравирован? Так, используй странный ключ. Ура! Кажется, это нужный ключ. Что-то мне стрёмненько, ребят. Может, не пойдем? Опять ключи. Нет. Какие-то призраки дурацкие вокруг. Ой, там так темно. Фу, не пойдем. Давайте туда не пойдем. Чувствую порыв ветра со стороны лестничной клетки. Ой-ой-ой, тут какой-то мужик. Убегаем. Что это еще за хрень? Нет времени, надеюсь, выход там. Что это было? Кажется, оно не стало меня преследовать. Как бы то ни было, надо выбираться отсюда как можно скорее. Групповая фотография, сделанная в каком-то старом многоквартирнике. Кажется. На месте одного из лиц дыра. Впрочем, я и так не знаю, чьи это имена. Апартаменты Чун Синь. Декабрь 1983. Руководство. Клуб какой-то. Ребят, короче, вы вместо меня запомните имена. И если они нам где-то встретятся, вы мне скажете об этом. Хорошо? Они с виду так близки. Сто лет назад. Что это еще за хрень? Похоже на звук выстрела. Старые почтовые ящики. Попробуй поискать внутри что-нибудь полезное. Большая часть проржавела, так что не открыть. Но несколько уцелела. Так, а че, 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 че? Там ничего нет полезного? Черт, лифт не работает. Надо придумать, как подключить его обратно. Что это за шум? Я слышала, где-то рядом лязгает металл. Так, ну тут, короче, смерть от электричества. Мы умирать не хотим. Она кричала, мама, я не хочу умирать. Какой-то мужик. Фотография старика. Да не похож он у старика. Он тут еще молодой, мне кажется. На табличке внизу написано Эдвард Зу, руководство Чун Цинь. Небольшая фигурка даосского божества. С виду сделана из свинца или чего-то похожего. Ой, из нее пуль можно отлить. Зашибись. Ого, в наше время храмов Гуань Юй почти не встретишь. Интересно, они всегда имели отношение к бизнесу под защитой мафии? Или это возникло позже? Алтарь. Нафиг знает. Чувак, который переводил, ты меня даже не спрашивай. Я еще меньше тебя понимаю. Посмотрите, насколько потрясающий 3D-шный диван и стол просто. Диван и сборище потерянных вещей. Надо проверить, вдруг найду что-нибудь полезное. Только пыль и грязь. Ничего интересного. Впрочем, можно будет прошарить тут все еще разок. Если срочно что-то понадобится. А теперь под диваном посмотрим. Ручка! Старая записка от местного слесаря. Прости, Эт, но я тебя не застал. Времени было мало, но я сделал все, что мог. Новые ключи оставил где обычно. Надеюсь, ты не потерял запасной тоже. Ха-ха-ха. Лям. Датировано 23 августа, 83 год. Сегодня ровно 100 лет. То есть мы вернулись на 100 лет назад в наше ретро-прошлое. Дверь в офис заперта. Будь у меня еще одна шпилька, я бы вскрыла замок. Но придется искать другой способ попасть внутрь. Я не поняла, эта женщина сломала эту шпильку или что? Или выкинула просто? Кроме того, мне вообще-то надо выбираться отсюда. Да ты что? Закрыто. Так, думаю, ящик 11037 я открою голыми руками. И единственный ящик, который должен открыться, это 11044. Нам потребуется ключ. Давайте пока этот откроем. Ого, ключ от двери. Может он-то мне и нужен, чтобы попасть в офис? Пока что все супер просто. И неприятно. Закрыто. Давайте, ключ. Открыто. Надеюсь, хоть что-то в этой комнате поможет мне отсюда выбираться. Что тут есть? Что тут есть? Угу. Старый офисный стол. В ящике может быть что-то полезное. Тут простенький замок. Откройте чем угодно, лишь бы в скважину пролезло. А ручкой не получится? Не получится. Старая перевая ручка. Может пригодится. Правда, не могу достать. Надо потянуть ее чем-то поближе. А чем? Боже. Ну давайте бамбук вот этот возьмем. Оторвем бамбук. Почему мы тут ничего не ломаем? Я не могу понять. Посмотрим, как это висело. Такая проволока мне точно пригодится. Можно воспользоваться проволокой. Выдернуть? Ну давайте. Теперь достану ручку. Блин, женщина. У тебя есть целая палка. И ты... Тебе нужна какая-то проволока, чтобы ручку достать? Я в шоке. Получилось. Теперь можно смотреть стол. Зачем ты нам подсказываешь? Мы достаточно умные, чтобы понять, что делать. Так. Давайте. Используем ручку. Бумаги. Древний гаджет. Древний гаджет под названием кассета. Посмотрите на нее. И кольцо для ключей. Давайте сначала прочтем записку. 23 августа 1983 год. Тони, с меня хватит. Я больше не буду тебя прикрывать. Из-за тебя на меня получили сразу несколько жильцов. У меня, короче, один большой вопрос. Как, думаете, язык изменился? Говорят ли все на разных языках до сих пор, там, сто лет спустя? И как она все понимает, что там написано? Как, наверное, старорусский какой-нибудь читать? У меня нет одного выбора, кроме как разорвать наши деловые отношения. Прошу тебя освободить помещение до 1 октября. Даю тебе дополнительное время из уважения к твоему многолетнему труду. Я не буду сообщать в полицию, но не могу гарантировать, что не будет и девочка. На твоем месте я бы ориентировался как можно скорее. Эдди, руководство Чун Синь. Итак, мы как в том меме, когда девочки получают машину времени. Нам нужно просто найти своего старого родственника здесь, сто лет назад, в этом Сайлент Хиле. Я надеюсь, тут есть кто-нибудь. Иначе зачем мы здесь вообще? Итак, ключи пронумерованы. Наверное, это от почтовых ящиков. Так, давайте вскроем. Да-да, у нас есть ключ. Еще один ключ отличается от остальных. Довольно маленький. Скорее всего, от какого-то ящика или шкафчика. Лифт все еще без питания. А, я, кстати, видела электричество в офисе. Сейчас все починим, ребят, не парьтесь. Нет, опять этот дядька! Так-так-так-так-так-так. Интересно. Так вот выглядела Спаси Нидл, пока не стала принадлежать Амниска. Я просто обязана сделать снимок. Есть! Шкаф для документов с четырьмя ящиками. Нижний сильно поврежден. Да не стучитесь, занято! Сомневаюсь, что он откроется. Но остальные три вроде целы. Верхний и третий ящики заперты. Надо искать ключи. Второй ящик открыт, но зажат. Надо найти, чем его открыть. Не знаю, подойдет ли этот ключ. В какой ящик? Я из-за того, что мужик стучит, не могу сосредоточиться. Ребят, какой ящик? Верхний, второй, третий. Третий. Ключ не подходит. Щиток. Сейчас подключим лифты, посмотрим. Здесь три гнезда. Да хватит, хватит! Я не могу сосредоточиться. Важный момент. Меня может ударить током, если я сейчас не буду внимательна. Здесь три гнезда. Ааа, как раздражает. Почему он не может ворваться и откусить там уже емало? Один не подписан, остальные подмечены как НА и МБ. Не знаю, что значат метки, но предохранитель с подписью НА сгорел. МБ вроде цел. Так, попробуем второй ящик. Замок проживел насквозь. Впрочем, я бы легко сломала задвижку, будь у меня подходящий инструмент. Черт, ключ сломался прямо в замке. По крайней мере, я успела открыть ящик. Блин, это был самый третий ящик. Я все профукала. Посмотрим. Взять предохранитель. Взять нож для вскрытия писем. Так, давайте нож возьмем сначала. Лезвие хлипкое. Лезвие хлипкое, но пригодится. Взять предохранитель. Старый электрический предохранитель. Прихвачу на всякий случай. Так, теперь мы вытащим сгоревший. И заменить сгоревший предохранитель. Переложить МБ в неподписанную? Ну давайте. Готово, кажется питание восстановлено. Осталось прорваться мимо этой сущности. Боже, у нас получилось? Да-да-да, подальше держись от нас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай. Я не понимаю, что значит вот этот кругляшок в углу экрана, но похоже он не к добру. Ну уже. Говорят, если нажимать на лифт много раз, он быстрее едет. Наконец-то. Еще бы чуть-чуть. Да что здесь происходит вообще? Надо быть поосторожнее. Вряд ли я смогу еще раз так лихо увернуться. Но это было вообще не лихо, если что. Так, похоже здесь мне обратно не спуститься. Может где-то на этаже есть другой выход? Так, налево или направо? Мне одинаково нигде не нравится. Ребята, подскажите мне. Пойдемте налево. Доска объявлений. На ней расклеено множество уведомлений и листовок для жильцов. Отметить нечего, но удивительно, как хорошо эти бумаги сохранились спустя сто лет. Боже мой. Какая главная героиня тупая. Просто удивительно. Она не понимает, что мы не сто лет спустя, а прямо сейчас там. В прошлом. Ладно, если что, мы вернемся или парнем ножиком. Ух ты. Веси четвертый. Квартира 204 закрыта на цепочку. Будь у меня что-то достаточно тонкое, чтобы пройти в щель между косяком и дверью. Я бы попыталась снять цепочку. Ты ж блин 2D. Алло, ты можешь пройти, ты тоненькая. Использовать нож для вскрытия. Получилось? Получилось. Мы в чьей-то хате. Ух ты. Обычный шкаф. Правда, изнутри чувствуется сквозняк. Старая пыльная... Так-так. Старый ящик. Замок древний. Я легко его вскрою. Если найдется подходящий инструмент. Боже мой, она тут всем раскидывается. Ей постоянно даешь что-нибудь, она все просирает. Там дыра в стене, прям за одеждой. Так, мы сейчас туда не пойдем. Я хочу сначала тут погулять, потом лезть в страшные дыры. Хорошо? Статуи Будды и Девы Марии. Христианская иконография в последние годы совсем исчезла. А вот буддизм сохранился. В смысле? Нет христиан вообще? Очень странно. Хотя это может быть связано с антиэтеистическими запретами и законами. А вот как под этот запрет не попал Будда и все такое? Интересно, мне бы знать. Рядом со старым телефоном целая экипа записок. Ванная как ванная, ничего полезного для меня. Верстак. Здесь скорее всего проводили ремонтные работы. Даже станок для изготовления ключей есть. Ржавая отвертка, пригодится. Станок для изготовления ключей закрыт на четырехзначный кодовый замок. Посмотрите, тут жил какой-то запойный алкоголик. У него из мебели стакан граненый и бутылки на полу валяются. На столе грязный журнал и пыльная засохшая еда. Водка это не еда. Мэй. Ааа, почему стакан улетел? Я не хочу туда идти. Удивительно, плита до сих пор подключена. Рамка с фотографией. На ней изображен американский солдат рядом с азиатским мальчиком. Ага, мальчика кое-как разглядела. У которого в руках ребенок. Судя по военному снаряжению, возраст у фотографии это снимок с войны во Вьетнаме. Почему Мэй так хорошо во всем разбирается, мне расскажите. Она отличница или что? Может, она эксперт по истории, потому что, прикиньте, типа сто лет спустя, как много всякого говна придется учить про историю там 20-го и 21-го века, тем более уж. У рамки видны следы пепла, а края фотографии обуглились. Нам ничего не остается, как идти и смотреть, что стало со стаканом. Надеюсь, нас так же не разобьют, как стакан, этот дурацкий. Так, а где стаканчик-то? Здесь мы посмотрели все, пошите в дырку. Это мы где? Там сок на полу стоит. Как вы думаете, пить его можно? Он еще не разложился на плесени липовый мед. Смотрите, страшная кукла китайская. Милый китайский котик. Он даст нам денег, удачу и чаш для подношения. Романтические палочки выгорели, но все равно пригодится. Ты зачем взяла ее, блин? Она для духов. Японская фигурка кота, приносящая удачу. Если присмотреться, это копилка. Давайте откроем ее. Гача-монетка. Старый портсигар. На лицевой части изображен черный китайский дракон. Так, рядом с портсигаром еще и записка. Давайте прочитаем. Половина листа оторвана, но большая часть текста уцелела. Не доверяй Брайану, что это замышляет. Тут еще какой-то символ или слово. Не могу прочесть. Раньше были пропорции совсем нереалистичные. То ли дело, посмотрите на главную героиню и на плакат. За 100 лет кое-что очень сильно поменялось. Азиаточки. Так. Какой-то пластиковый ящик. Какая-то розовая фигня в стене. Не нравится мне это. Стеклянные бутылки. Из них исходит странный запах. Но в экстренных случаях такое может пригодиться. Не совсем понял, нахуя кавычки бухло, типа. О, боже мой. Переводчик. Чувствую то же самое, что и ты. Не совсем понимаю, почему странный запах. А может быть это вообще-то банки Виджилинка. И там моча, говно и все остальное. Поэтому запах странный. Биологическое оружие. Как вы понимаете, пригодится. Может это из-под коктейлей молотовых недоделанных. Просто все испарилось. Как думаете? Эту игру прям реально? Переводчик за деньги переводил. Или они студенты нашли задошек. Это прям очень сильно меня занимает сейчас. Какой-то глазок. Что же с той стороны? Ой, может не будем смотреть, а посмотреть через дыру давай. Ой, нет, там мужик сзади. Он сейчас нападет. Что это? Что за хрень? Согласна. Судя по пройденному расстоянию расположения квартир, это наверняка 206-я квартира. Это точно не выход, но наверняка я что-нибудь там узнаю. Что? 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 Что это? Что это? Что это? Что это? Почему на нас опять нападает? Так, 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 так. Уходим, уходим, уходим. Что происходит? Слишком много призрака. Не понимаю, на каком языке они говорят, если честно. Старая система внутренней связи, вероятно, для использования в экстренных случаях. Не работает. То есть, я вообще не парюсь, что как бы она была в клубе, а оказалась в какой-то многоэтажке. Ух, многоэтажки. Я не понимаю, кто на нас орёт. Кто и зачем на нас орёт? Вы портите всю вечеринку. Небольшой алтарь для подношения покойным. Наверное, в этом коридоре давным-давно кто-то умер. Здесь даже ароматические палочки остались. Квартира 202. На дверей фу. Но сама квартира совершенно пустая. Что такое фу? Фу выглядит, как тот, кто не дал той сущности проникнуть в офис. Наверное, в этой комнате можно будет спрятаться, если что. Ой, нет, нам надо прятаться от кого-то. Зачем? Фу, это то есть талисманы, да? Я думала, фу, в смысле фу. 201. Дверь закрыта. Может, в лизинговом офисе найдётся ключ? Что такое лизинговый офис? 206-я квартира. Где она, блин? Наша цель 206-я. Там девочка сидит. Очень миленькая, маленькая. Ведь известно, что в хоррорах лучший друг это маленькая, миленькая девочка. Страшная. 205-я. Закрыта. Ну и ладно. Боже мой, зачем она хлопнула? Не хочу, но нам надо. Там девочка. Сквозняк захлопнул дверь. Да, конечно, сквозняк, блин. Сквозняк и стакан тут разбил. Ну или она изначально была закрыта изнутри. В любом случае, нужен ключ. Выбора нет. Надо выяснить, есть ли там внизу ключи от квартир. А-а-а, мы опять здесь. Тут плохой мужик ходит со сломанной шеей. Чего? В стене дыра, в которой что-то блестит. Может, получится это вытащить? Давайте отвертку использовать. Пальцем ничего трогать не будем. Стена не слишком плотная и легко откалывается. Но что-то здесь не так. Чего? Это еще что, судя по штукатурке? Ключ? Но откуда он в стене? Да и сама стена. Видимо, ржавая вода из старой трубы намочила штукатурку. Да, это не кровь, конечно же. Это просто... Хотелось бы мне быть такой тупой и наивной, как главная героиня. Ёброса-ты. По-другому это не объяснить, конечно. Это ключ от 201. 203-я. Вот 202-я. А вот 201-я. Очень плохо, что нужная нам квартира находится рядом с местом, где прятаться можно. Отвратительно просто. Входим. Повесить куртку? Давайте повесим. Здесь тепло и слегка сыро. Думаю, стоит повесить куртку сушиться. Можно будет вернуться за ним в любое другое время. Интересно, это просто как бы для фан-сервиса можно и повесить или нет? Или это же на что-то влияет? Так. Лучше туда не лезть. Ну и не будем. Я не понимаю, что так скрипит. У меня такое ощущение, что я рано или поздно увижу висельника какого-нибудь. Или я просто оптимист, как думаете? Просто старая газовая плита. Значит, здесь все рванет сейчас. Открыть духовку. Откройте. В ужасно грязной духовке стоит проржавевший насквозь вок. А, мы можем лапшичку приготовить. Ммм, вкуснотища. У меня в детстве был похожий вок. Я проводила с ним научные эксперименты. Это какие, например? Столик, хлам на нем, хлам под ним. Ничего интересного. А зачем тогда ты подсвечен? План здания. Если загрузить ее в КПК, можно будет сверяться с картой и даже отмечать предметы, которые я не могу унести. О боже мой, сколько здесь этажей, ребята. Мы влипли. На седьмом этаже клуб находится. Фак. Вы тоже видите? Мы случайно сфотали призрака и назвали эту фотку именно так. Ага, заваленный стол. Судя по большому количеству бумаг, папок и офисных принадлежностей, это комната управляющего здания. Это еще ключ. С выгравированным числом 205. Солдат преклонил колено перед флагом. Странно, он сильно напоминает то, что гналось за мной. Трудно описать. Из-за потрясающего дизайна у него лампа вместо головы, поэтому, чтобы его разглядеть, нужно вот, ну, отойти, чтобы понять, как он выглядел. Ванная. Годами или даже десятилетиями здесь накапливалась плесень, а также запахи, которые мне лучше не вдыхать. Ммм, концентрированный пердеж столетний. Войти в спальню. Старая военная форма. За ней явно хорошо ухаживали, ведь даже сейчас она в превосходном состоянии. Ой, мы можем надеть форму. На прикроватном столике лежит дневник. Текст от руки на северно-китайском. Но я, скорее всего, смогу прочесть большую часть. Давайте прочитаем. По-видимому, большинство записей описывает жизнь управляющего здания. Он много рассказывает о своей семье в Китае. Но кроме этого почти ничего. Последняя страница вырвана. Сохраню целевшие записи в своем журнале. Так, у нас есть журнал. Это скрин того, что нас позвали в бар. Это свидание. В кантонской культуре принято ежедневно делать подношения покойным. Для этих целей чаще всего используются так называемые деньги преисподней или золотые пачки. Ой, так это просто как бы вики местная, да? Удостоверение. Вот глаза угоментированные у нас. К сожалению, с Америкой пришли все эти футы и дюймы, поэтому я не скажу, сколько какой-то тут рост и вес. Так что это бесполезные данные. Гача-монетка. Вот, что это? Металлическая монетка для гача-автоматов, в которой можно купить коллекционные игрушки. Дневник Эдварда Зу. О, вот он, дневник. Давайте я сейчас быстренько прочитаю. Если там есть что-то интересное, я вам об этом скажу. В общем, этот Эдвард Зу поехал в Америку заработать деньжат для своей семьи. Вот, он основал клуб в Америке и наживался на том, что американцы там богатые и тупые, собственно, и тратят, тратят, тратят. Но что-то случилось, и он не может вернуться, потому что родины больше нет, к которой он, ну, так хочет вернуться. А потом его внезапно стали преследовать какие-то они, которые требуют с него все больше и больше. И какая-то китайская древняя магия может помочь избавиться от них. То, что можно повесить плащ, оказывается, это просто костюмчиком. Ну, мы вообще будем в плаща ходить, он мне нравится. Судя по рамке, мужчина на этом портрете был очень влиятелен. Не знаю, кто это, но становится не по себе. Какой-то просто мужик. Какие-то две анальные лампы. Старый домашний алтарь. Здесь куда больше пыли и грязи, чем во всей остальной квартире. Видимо, алтарем перестали пользоваться задолго до того, как забросили здание. Сломанная фоторамка. В рамке нет фотографии, а стекло разбито. В таких алтарях всегда остается фотография тому, кому совершаются подношения. Я вон там вижу какую-то петерню на стекле. Странно, что мы заперты в каком-то здании, а снаружи всякие огни и все такое клевенькое. Можно просто разбить окно и выбежать на улицу. Мы всего лишь на втором этаже. На первом это было бы проще сделать, конечно. Из накрудного кармана что-то выглядывает. Ага, обрывок фотографий. Ладно, вернемся в квартиру. А это что? За письмами лежит третий обрывок фотографии. Он должен быть где-то здесь. Единственное, что мне не нравится в таких играх, это то, что нужно по нескольку раз взаимодействовать с чем-то, чтобы найти какие-то вещи. Подождите, вот здесь изображение слегка выступает. Там что-то спрятано. Ну вот, о чем я говорю. Собственно, еще один обрывок фотографии. Кажется, он подходит к другому. Почему мы не можем фотографию 9х12 вставить? Вы что? Секунду. Кажется, там скотч завалился за столик. Потрясающе. Ну все, теперь у нас все есть, чтобы сделать эту рамку. Или я тугая видеокассета. Это не скотч, как мы и нашли. Десятилетиями кассеты Bitamax были выбраны профессионалом. На самом деле, если здание заброшено давно, то шансов того, что оно не размотничено, ноль примерно. Вот он, диспенсер для скотча. Надо попробовать соединить обрывки фотографий. Может быть, что-нибудь да узнаю. Фотографии китайской семьи. Не знаю, кто это, но они точно связаны с жильцом этой квартиры. Давайте вставим ее обратно. И сделаем подношение. Вот, наконец у нас есть фото. Осталось придумать, как совершить подношение. Ладно, кажется, я поняла, что делать. Может, если сделать подношение этой семьи, духи успокоятся. Осталось найти ароматические палочки. Где я их видела? Блин, самое говеное в таких картах, что не показывает, где ты находишься. Это просто полный отстой. Кажется, благовония были возле входа в эту квартиру. Если я ничего не путаю. Всего шесть штук осталось, но должно хватить с головой. Так, все. Идем сюда. Боже мой, нет, 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 нет. Что он тут делает? С помощью камеры получится посмотреть, есть ли на холодильнике что-нибудь полезное. Давайте спрячемся. Он нас преследует? Здорово. Я не понимаю. Нет! Минус мои ушки. Что вы наделали? Game over, клево. У меня, к сожалению, закончилось место на карте, поэтому концовка не записалась. Приношу вам свои извинения. Соря, вам не очень жаль. Вот, но смерть в этой игре, это когда вас в уши ебут скримерами. Просто ужас. Больше так делать не буду. Большое спасибо, что были все это время со мной. Спасибо всем, кто подписывается и ставит лайки. И отдельное спасибо всем, кто комментирует это видео. Напишите в комментах, будет ли вам интересно продолжать это приключение со мной в мире победившего киберпанка. Вроде бы, с одной стороны, интересно, но я не знаю, насколько это будет любопытно для вас. Увидимся уже скоро. Все, пока-пока!